Доброе утро, уважаемые трейдеры, приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Мы возвращаемся на финансовые рынки, продолжаем анализировать, следить за событиями минувшего дня, за теми отчетами, статистикой и потенциальными инфоповодами, которые грядут впереди. Разбираем максимально детально каждый из фундаментальных составляющих, потому что прежде всего на фундамент мы делаем большую ставку, и прежде всего на этом фундаменте базируются долгосрочные инвестиционные идеи. Ну что ж, основной темой для финансовых рынков продолжает оставаться торговый конфликт между США, и как мы уже отметили, не стали разбираться отдельно по странам, в целом всей мировой экономикой. Мы ждем с нетерпением, с некоторым опасением торговую сессию пятницы, потому что, скорее всего, эта пятница не станет исключением, и Трамп порадует всех своих поклонников очередным отвитом, который будет носить усиленный такой притракционистский характер, и, может быть, станет причиной нового витка вот этих панических настроений, которые на финансовых рынках, вы знаете, к чему приводят. Действительно, за минувшие, получается, уже с прошлой пятницы две полноценные торговые сессии, а если еще и добавить к этому выходные, новостной фон по торговому противостоянию не стал более, скажем, позитивным. Поэтому, друзья, мы, делая традиционную ставку на рост доллара, сейчас, конечно же, понимаем, что до тех пор, пока доллару не удастся избавиться от наследия, вот этих геополитических рисков, он не сможет вырасти. Поэтому сейчас мы, если и увидим повышенный спрос на защитные активы, сможем это легко оправдать. Кстати, вот вчера доллар и японская иена продемонстрировали небольшое восстановление роста. Я не знаю, с чем это можно было связать, но, опять же, я не стараюсь какосрочную динамику объяснить долгосрочным фундаментом. Но, все же, вчера было бы логично, опять же, наблюдать ослабление курса доллара и, уж, по крайней мере, полученный спрос на иену. Потому что было несколько сообщений, опять же, со ссылкой на китайского лидера, со ссылкой на Трампа, которые могли бы снова привести трейдеров к желанию уходить в защитные активы. Об этом мы, конечно, сейчас поговорим. Блиц, анализ экспресса, пробежка по содержанию экономического календаря. Сегодня в 11.30 по московскому времени. Пожалуй, это первый важный фундаментальный повод, на который мы обратим внимание. Это конференция председателя Банка Англии Марка Карни. Уверен, будут подняты вопросы отчасти касательно Брекзита и преимущественным образом по перспективам денежно-трейдной политики. На этом давайте пока оставим в стороне британца. К нему еще вернемся, когда переключимся на пару фунт-доллар. Далее в 15.30 у нас заказан товар длительного пользования. Американская статистика давненько у нас не было уже сильных отчетов. Ну и, в принципе, заказы уж не являются таким супер-релизом. Действительно классный отчет у нас дальше. На неделе темп экономического расширения штатов, а также индекс расходов на личное потребление. Это отчеты пятницы. И, наверное, в связи с ожиданиями довольно неплохих цифр, у американца есть возможность укрепить и усилить свои оппозиции. Но рост доллара может быть более заметным против рисковых инструментов, но не против защиты, потому что в отношении защитных активов, я уже отметил, действуют свои причины укрепления их стоимости. Эти причины, опять же, обусловлены тем торговым противостоянием, которое продолжается. Дальше у нас запасы нефти в 17.30 по московскому времени от администрации энергетической информации в 22.00 выступление уже руководителя банка Канады Стивена Полоза. Если канадец в списке тех активов, которыми вы спекулируете, нужно дождаться этого события и, безусловно, нужно попробовать поспекулировать, поторговать, последить как минимум за канадцем, потому что движения будут, уверен, значительными. В последние несколько дней канадец немного увяз в динамике проторговки в несколько десятков пунктов, хотя неделю назад мы привыкли к тому, что он активно ходит. Но мы сделали нашу цель, поэтому сейчас какого-то, скажем, обиды какой-то мы не держим на канадце, если даже он не двигается, потому что он принес нам профит, принес нам прибыль. И в данный момент мы продолжаем искать уровни, чтобы снова проявить свою активность и снова, собственно, попробовать заработать на канадском долларе. И об этом, дуэте активов, мы сегодня также поговорим. Начнем, давайте, с нефтянки, которая, вопреки нашим ожиданиям, я думаю, что он, вопреки ожиданиям многих трейдеров, развивает восстановительные движения. Вчера мы говорили с вами про нисходящий канал, вы его лично можете отследить, скажем, на дневках. Он был не то чтобы продолжительным, но все же достаточным, чтобы его можно было определить. Мы рассчитывали то, что Brent все же пробьет нижнюю границу, там в районе 72 с небольшим долларом за баррель. Но, как по закону подлости, произошло ровным счетом наоборот. Нефтянка вырвалась из этого канала, но вверх и смогла добраться до уровня 76 долларов за баррель. Разбирая фундаментальный фон, он уже даже больше связан, друзья, не с наследием тех решений, которые были все-таки озвучены, приняты представителями страны ОПЕК+. В минувшую пятницу этот рост актива и активизация покупок была бы условлена именно локальными новостными вводами. Во-первых, резко возросли опасения за полное прекращение поставок экспорта нефти из Ирана. Возникли проблемы очередного рода с поставками из Ливии. И на настроение трейдеров также оказали влияние сообщению о закрытии одного из закрупнейших месторождений в Канаде. Я сейчас, правда, попытался найти информацию по этому поводу, но, к сожалению, какой-то интересной информации у меня нет. Может быть, она появится в ходе текущей торговой сессии. Если да, то, конечно же, первым делом мы завтра с вами к этому новостному фону вернемся. Давайте поговорим, почему сейчас возросли опасения, связанные с полным прекращением экспорта из Ирана. Да потому что штаты продолжают навязывать свою позицию. Штаты отметили, что они настаивают на том, чтобы вся мировая экономика прекратила покупать иранскую нефть. И я даже больше скажу, что Соединенные Штаты Америки и администрация президента США не стесняются транслировать самые настоящие и прямые угрозы в адрес всей мировой экономики. Якобы, что после того, как начнут действовать финансовые экономические санкции против Ирана, это новый виток вот этих ограничений. Напомню, что это дата 4 ноября. США рассчитывают то, что иранскую нефть покупать не будет никто. Потому что в противном случае те страны, которые все же будут это делать, им, скорее всего, придется столкнуться с санкционным давлением со стороны США. Это не натянутые, скажем, заявления, не преувеличенные. Это заявления со ссылкой, собственно, на Соединенные Штаты Америки и на администрацию, собственно, американского президента. Выводы здесь нужно делать самим. К чему, в конце концов, это приведет? Действительно ли это серьезные угрозы, которые будут реализованы, подкреплены фактическими действиями? Но мы это все равно сейчас проверить не сможем, потому что до 4 ноября еще уйма времени. И я думаю, что очень много воды утечет по, в том числе, этому новостному фону. Но то, что на настроение трейдеров эти комментарии повлияли, это действительно так. И я бы даже сказал, что участники рынка усомнились. То есть, способности стран ближневосточного картеля и те регионы, которые не входят в организацию ОПЕК, но являются членами энергетического пакта, усомнились в том, что рост добычи, который был согласован в конце прошлой недели, сможет сейчас нейтрализовать и компенсировать нехватку. Деприцит сырья, который рискует появиться в мировой экономике в ближайшее время. Но сомневаться не стоит, друзья. Саудовская Аравия ясно дала понять то, что увеличит добычу до нового рекордного показателя. Буквально с июля мы начнем уже наблюдать загрузку производственных мощностей, которые ранее простаивали. Эта загрузка приведет и к увеличению нефтедобычи. До нового рекордного показателя я даже не сомневаюсь, что мы увидим по этому государству 11 миллионов баррелей в сутки. Это исторический максимум, который превосходит прежний максимум практически на 200 с небольшим тысяч баррелей в сутки. Это, скажем, рекордный показатель 2016 года. Конечно же, нефти будет добываться больше. И вчера, до того, как разразилась восстановительная динамика на рынке нефти, я видел со ссылкой на Бумберг комментарии о том, что Саудовская Аравия единолично из-за тех мощностей, которые у них имеются, благодаря новым мощностям, которые будут вводиться в эксплуатацию, могут поднять добычу на 1 миллион. То есть ровно настолько, сколько осогласовывают совокупности всеми участниками этого энергетического пакта. Сегодня в 17.30, как я уже отметил, выйдут данные по запасам. Да, этот отчет обычно оказывает влияние на динамику нефти. Не думаю, что сегодня будет исключением. Но все же преимущественно настроения на рынке нефти продолжают определяться вот этими идеями, в которых рынок варится после прошедшего заседания ОПЕК. И пока что эти настроения не располагают к продажам. Надеюсь, друзья, вы, скажем, держите нос по ветру. Соответственно, вы следите за тем, что происходит с новостной картиной. У вас есть уже четкое понимание, представление, как вы будете действовать через свою торговую активность. Я напоминаю, что исходя из того долгосрочного фундамента, который мы оцениваем, не вижу по-прежнему возможностей и не вижу причин, по которым можно нефтянку покупать. Поэтому я остаюсь привержен коротким позициям и, собственно, буду возвращаться активно к ним после того, как Brent окажется ниже 74 долларов за балл. Пока что, скорее всего, локально баллом будут править покупатели. Но то, что они могут уступиться в любой момент времени, это совершенно очевидный факт. Потому что даже простые выводы, исходя из тех договоренностей, которые были достигнуты, явно должны дать четкий сигнал, что в ближайшее время на рынке нефти предложения будет больше, чем, возможно, даже потенциальный спрос. Рубль 63.03, не останавливаемся, идем дальше. Доллар японская иена уже отметила, что непонятна была динамика, связанная с ростом доллара против иены вчера, потому что новостной фонд, который, опять же, мы с вами анализируем через вот эту напряженность торгового характера, он даже больше располагал к тому, чтобы возрос спрос на японскую валюту, на франк, облигации и так далее. Но вот доллар смог немножечко восстановить с этой позицией. С учетом текущих котировок я предлагаю вам сделку по лимит 109.60. Разбирая новостной фонд, хочу отметить, что Трамп сделал заявление вчера о том, что полностью завершена подготовка к установлению нового 20% импортных пошлин на европейские автомобили. Раньше, вы помните, были озвучены планы, точнее, в прошлую пятницу, сейчас, вот по прошествии фактически двух торговых сессий, торговых дней, ну, не считая выходные, конечно же, этот план уже фактически вырос в решение, которое может быть принято чуть ли не в самое ближайшее время. Плюс ко всему, снова последовала реакция Китая на то, что Соединенные Штаты Америки в совокупности наложили импортные пошлины на китайский экспорт, в совокупности, я имею в виду, практически на 90% китайского экспорта. В частности, Си Цзиньпинь, который является лидером Китая, отметил, что, скажем, менталитет Китая не такой, как в том числе у американцев и у европейцев, что если у последних есть такая поговорка, когда тебя бьют по одной щеке, нужно поставить вторую, то Китай, если тебя бьют, нужно отвечать. Это, скажем, предисловие со стороны Си Цзиньпинь к тому, что ответные меры Китая последуют. Мы, правда, с вами пытались разобраться, о каких сопоставимых по масштабам действиях может идти речь, и нашли, в принципе, определенные возможности для маневров у Китая в виде импортных пошлин на нефть, в виде создания трудностей для деятельности американских компаний, в виде девальвации национальной валюты, ведь вы прекрасно понимаете, что эти инструменты имеются в арсенале Народного банка Китая, и, говоря простым языком, насколько вырастают пошлины на китайские товары, настолько можно, в принципе, девальвировать национальную валюту, и, условно говоря, никто не проиграет. Ну, конечно же, не все так гладко и не все так прозрачно в этом плане, но, кстати, Китай уже девальвирует национальную валюту. Если вам интересно, как можно спекулировать на юане сейчас, то, конечно же, до разрешения конфликта пока что нет сигналов, что он будет разрешен в ближайшие дни, можно оставить на то, что китайская валюта будет проседать против американского доллара. Но это очень рискованная сделка, потому что в случае, скажем, позитива, рост, опять же, укрепления юаня может быть довольно существенным. И здесь, прежде всего, необходимо обязательно контролировать риски. Евро против доллара, друзья, отступили мы от отметки 1,17. Я, опять же, связываю это вчерашним заявлением Трампа о том, что вот-вот против Европейского Союза начнут действовать импортные пошлины на автомобиле. Вчера и в понедельник мы говорили о том, каким последствиям это приведет. Важно сейчас даже порассуждать не только на тему того, как изменится состояние торгового баланса Европейского Союза. Важно даже порассуждать на тему того, насколько, скажем, верен Европейский Центральный Банк останется своим прежним решением по выходу из программы количественного смягчения. И вы помните, Драги отмечал, что если не удастся миновать очередного витка эскалации, то тогда планы по сворачиванию к концу 2018 года программу QE придется отложить. Я думаю, что так оно и будет. Поэтому евро у нас остается под позиционным давлением, и я надеюсь, что мы все же увидим с вами поддержку 1,15. Золото 1254, друзья, 6-месячный минимум. Золото очень трудно сейчас конкурировать с долларом. И золото даже не выигрывает на фоне роста геополитических рисков. Вот это уж совсем печально и плохо. Золото списывают со счетов, поэтому мы как минимум сейчас ориентируемся на тест поддержки 1250, а там может быть значение и еще ниже. Новозеландский доллар. 10 пунктов нам не хватило, чтобы сделать цель. Долгосрочный 0,68, 0,6810 минимум, но еще не вечер. Сегодня в 0,00 часов, 0,00 минут по московскому времени, в переходе со среды на четверг пройдет заседание Резервного банка Новой Зеландии. Ставка будет меняться, точнее ее сохранять на прежнем уровне 1,75%. Однако риторика Резервного банка Новой Зеландии будет исключительно мягкой, как и всегда. Поэтому продавить новозеландцев точно удастся. Не забывайте, что нам достаточно 0,68. Мы фиксируемся, выходим и смотрим за тем, как обстоят дальше дела. Только уже со стороны. Австралийц тоже приближается к цели. 0,73, 0,73, 0,73, 0,74 сейчас котировки. Если новозеландец, скажем, включит заднюю, в данном случае, то австралиец по принципу цепной реакции, скажем, валюты стран Океани, тоже подхватит вот этот вот настрой и станет ближе к нашему ориентиру тоже 0,73. Доллар канадец, друзья, котировки на текущий момент вблизи 1,33. Уже долго мы болтаемся рядом с этой планкой. Рынок начал затухать. Почему? Потому что рынок отработал весь негатив, весь позитив, весь фундамент, который был. И нужны новые дрова в топку, новый новостной фон, новые катализаторы. Сегодня в 22.00 выступление Стивена Полоза, который является руководителем Банка Канады. Конечно же, он будет говорить о перспективе денежно-кредитной политики. Конечно же, мы снова получим сигнал о том, что ставки повышаться не будут. И при таком новостном фоне, при реализации данного сценария у пары доллар-канадец появится еще один катализатор для восходящего движения. Поэтому я предлагаю сделку 1,32.90. Это buy limit по этому дуэту активов. В то же время нужно понимать, что пара уже очень высоко разобралась. Поэтому если каким-то образом, каким-то чудом появятся комментарии о том, что Трамп переспал, скажем, с идеей протекционизма, мы решили, что нужно ослабить это давление, и прежде всего нужно посмотреть на ближайших партнеров на Канаду, дать им какие-то уступки, какие-нибудь предложения, которые поднимут настроение и так далее, и снизить этот негатив внешний касательно в отношении Соединенных Штатов Америки, то, конечно же, Канадец сможет очень быстро восприять духом и на фоне еще укрепления цен на нефть оказать давление на доллар. То есть сделка, которую я предложил buy limit, это сделка с учетом текущего фундамента, который мы ждем, с учетом долгосрочного сломления канадца. Но эта сделка, она сопряжена с большой долей риска, тоже новостного характера. Поэтому если вы будете размещать отложку buy limit, тут же нужно будет поставить и довольно, в принципе, короткий стоп. Также еще хотел отметить британца, поскольку мы так и не смогли протестировать сопротивление 1.33, отступили, трейдеры по-прежнему ждут саммита, который состоится в конце этой недели, я тоже его жду. Я верю в то, что Тереза Мэй выполнит свои обещания, подготовит и предложит Европейскому Союзу ряд предложений по таможенному союзу. И я верю в то, что эти предложения устроит Европейский Союз. Почему я считаю, что нужно достигать и добиваться сейчас прогресса? Потому что того требует ситуация. Посмотрите, что происходит с инвестициями в английскую экономику. Мы с вами об этом говорили. Мы говорили о том, что серьезно из-за этого страдает темп экономического роста. В автомобильной промышленности Англии, вот статистику буквально нарыл несколько часов назад, просил совокупный показатель инвестиций за только 6 месяцев, практически вдвое, с 700 миллионов фунтов до 350. И такое двукратное сокращение характерно для всех секторов и для общего показателя инвестиций в целом. Очень высок градус неопределенности того, что будет дальше с английской экономикой. И прежде всего это должна понимать Тереза Мэй. Поэтому нужно идти на уступ. Если Европейский Союз в нее в свою линию, нужно, возможно, прогибаться. Ну, я не знаю, как на самом деле будет действовать Тереза Мэй. Но рассчитываю, что все же прогресс удастся достигнуть. И даже без ожиданий скорого повышения процентной ставки, вы помните, мы об этом говорили, как минимум выше 50% сейчас оценивается вероятность изменения ставок в августе. И уж практически 100% хотя бы раз до конца 2018 года ставки будут повышены. Поэтому эти ожидания достаточны для того, чтобы сохранить оптимизм и веру британца. Поэтому, собственно, ждем, что британская валюта продолжит восстанавливаться. И ждем, что фунт доллар все же достигнет сопротивлений к минимуму 1.35. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам прибыльной, удачной торговой сессии. Увидимся мы с вами уже завтра, как и всегда, в 9.30 по московскому времени. В прямом эфире на брифинге, чтобы, собственно, попасть в прямом эфире, достаточно вам установить приложение перископ на ваше мобильное устройство и в 9.30 подключиться к нашему вещанию. Те, кто не имеет возможности присутствовать в прямом эфире, ничего страшного. Сразу после записи мы выкладываем видео на нашем канале на YouTube. Можно осматривать уже там. На этом все. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...